что ж всем еще раз доброго времени суток с вами поневу и портал goodgame мы продолжаем рубрику warcraft best replays где разбираем интересные игры с нетривиальными сценариями у нас на очереди вторая игра андет против эльфа на островах эхо за андеда играет играет персонаж с никнеймом 1 versus 150 но херов это является на этот человек никто иной как акслав знаменитый американский заметы в прошлом американский ну не назову его про геймером турниров ключевых каких-то он не брал но при этом они ждут отличался очень нестандартным подходом к игре зачастую ошеломляя своих соперников невероятно изысканной к стратегиями кудесник был еще тот в варкрафте в 2 на 2 достигал довольно весомых результатов соло вершин турниров не брал особо но тем не менее мог в любой отдельной игре оказать достойное сопротивление любому сопернику зачастую обыгрывая таких мастодонтов как грабби хэппи и многих многих других и так это андет ну название его аккаунта одного из многочисленных говорит о том что здесь он собирается играть без героя не очень хочется в это верить эльф тем временем заказывает варденку и собирается стандартный опыт осуществлять через скриппинг зеленые точки да действительно героя мы не видим мы видим склеп кладбище и зигурат и так как слав сейчас будет удивлять быстрый грейд на тир-2 обусловленный детерминированное отсутствие молотаря с экономленными ресурсами уже четыре гулина рубают лес и честно говоря для меня полнейшая загадка и тайны за семью печатями что собирается делать здесь акслав но сейчас мы это посмотрим здесь взята варе стандартный герой для эльфа против андета в этом матчапе герой на макро может может дать огромные проблемы андету может доставить огромные проблемы андету на шестом левеле с ультимейтом да и вообще герой очень мобильный с блинком и ножами постоянно харассика колитов в общем герой который предрасположен к хиракилу и к разводам но при этом сам очень уязвимый хиракилу очень ватный в общем герой который требует нетривиального владения микро и исполнения но здесь у нас не будет стандартной игры мы видим что акслав решает сыграть без героя посмотрим что это будет будет ли это быстрая застройка или это будет раш с гулями тем временем эльф запускает great nighter 2 и добавляет хантрес холл видимо планируя через одну арчу открываться в хантрес и конечно хочет он крипит варвар до 3 левела вообще присутствие он дэда героя варденки нужно самое главное чему нужно готовиться это наверно к приходу 18 пачек гулей и сносу своего мэйна но вот у него есть сейчас у эльфа определенный карта бланш на то чтобы закрепить варденку фастом до 3 левела при этом он прознав про такую неординарную экзотическую стратегию он дэда никак на не среагировал закрепил две зеленых точки хотя надо сейчас срочно брать что-то толстая и варденку качать до 3 чтобы со вторыми ножами отбиваться от массы гулей мы видим здесь склеп то есть это будут судя по всему стройка гулигарди без героя завершена ну я могу только сказать игрокам варкрафт не пытайтесь повторить домашних условиях такое мог исполнять только акслав был еще такой по моему корейский игрок angry korea man вот он тоже любил изумлять своих соперников экстраординарными решениями игровыми ну вот они вдвоем славились играл зачастую через 1 год мейджа за хуманов и исполнял его крайне крайне качественно так полетели первые гарди на атаковать эльфийскую базу мы сейчас видим от лица анде да с туманом войны он не знает не знает где эльф что он делает чем занимается он летит напрягать рассчитывая на то что эльф не успеет не успеет а тут тут все эльф успел он все это предусмотрел сторожевое древо на базе сейчас начинается стандартный rush виспов и конечно же нужно виспов переводить на то место где расположено сторожевое дерево или сторожевое дерево подводить к виспам гуля на чеке нычки что там у эльфа у эльфа третья варденко с двумя цирклетками и вторыми ножами в общем какой ответ на это приготовил акслав мы узнаем вторые ножи это то что нужно сейчас так а вторые ли там ножи может быть там второй нож и мне кажется что все таки там первый нож и соответственно второй нож и потому что блин кваре нужен едва вряд ли ее окружат потому что гули у дк без ауры я извиняюсь друзья совсем я недавно снова вернулся варкрафт только-только погружаясь в матчасть вспоминаю забытые основы сейчас конечно должен был бы поэтому ножу варденки определить какой он первый или второй но к сожалению матчастью пока не владею должным образом игру сейчас смотрю вместе с вами с нуля поскольку не было у меня времени заранее все отсмотреть и подготовиться прошу вас за это прощение если будут какие-то ляпы постараюсь впредь все-таки ознакомиться с играми перед тем как записывать коммент здесь просто так получилось нету не было у меня возможности сделать это должным образом так что смотрим с вами игру вместе экспромтом импровизируем и заранее прошу еще раз прощения за какие-то огрехи в комментариях буду их устранять со временем то только второй выпуск рубрики обещаю к десятому я стану гуру матчасть и буду знать так второй герой панда в общем-то нормальный ответ против гарк от эльфа только качать у меня к завершено ну вот панда вместе с построить четырьмя арчами и боевым пеньком будут охранять сейчас виспов а варденко отправляется на харасс околитов это она умеет так блинк блинк не блинк варденко сейчас долго соображает с какой стороны обойти склеп с левой или с правой словно важный момент для нее так гаргом сейчас тренируют окаменелость гулям делают кстати это great на френзе если не ошибаюсь то есть там уже тир-3 постройка завершена и метр веган завершается у акслава то есть это будет атака в один пушек и судя по времени демки я надеюсь что аспирант ее закроет я не буду вам тогда говорить что судя по времени демки просто скажу что скорее всего это будет какая-то атака в один выход гарки продолжают летать подхорашивать насколько интересно сумел да тут еще да тут храм проклятых вот в чем дело здесь будет атака с массой скелетов митвеганами гулями и гаргами задача эльфа сейчас крепится крепится как сумасшедшему буквально остервенело крепить своих героев потому что им нужно будет им нужно будет третья панда им нужна третья варденко лечить к завершу эту мало хитовую всю эту мало хитовую орду прошу прощения за то что назвал войска деда ордой будет просто неким свиток прочитать некому и в принципе это все можно будет задуть плюс эльфу потребуется очень много виспов для диспыла того что на вызывает там злобный андет панда не должна терять времени должна крепится крепится и крепится так здесь тир-3 у эльфа дерево машет лапками строит виспа а и я насколько я понимаю есть проблем с виспами почему эльф сторожевое древо закопал в одном месте а виспов развесил совсем в другом для нас это является полнейшей загадкой может быть это своеобразное своеобразный джентльменский жест вежливости и в правилах хорошего тона так скажем компенсировать андету отсутствие героев дать дать соответственно гаргам прохарасить своих собственных виспов такой вот у нас галантный исследование учтивы на высококультурный эльф попался да но здесь необходимые игры делаются на выход со скелетами сколько виспов у эльфа и что у него с лесом вот два главных вопроса исследовать гарги успеют загрызть древо мудрости не очень висп пытается судорожно починить приходит варденко и древо древо мудрости погибает при том что эльф мог его зачинить так тем временем эльф решает наведаться к андету в гости но я вам открою большой секрет когда вы хотите контрить стратегию митвеганы и некроманты некровагоны вам нужно напрягать андета гораздо раньше сейчас уже все почти готово магазин убивает эльф вот здесь я снова я снова каюсь потому что снимаю перед вами шляпу и штаны и прошу прощения не знаю я насколько критично потеря магазина для андета может ли сможет ли вам подстраивать необходимые войска без магаза я точно знаю что дестроеров без магаза не сделали все остальное не уверен и так вот он исторический выход 50 лимитова андета гули митвеганы и 66 рогатых мужиков козлорогих они же экстрасенсы целители они же шаманы водуисты они же продюсеры канала тдк и первого мистического управляются восстанавливать эльфу карму и чистить ему чакру посмотрим вызываем скелетов скелеты набрасываются на несчастную варденку все что нужно эльфу это миллиард виспов которые должны все это дисплилить аваре с пандой должны забежать забежать в некромантов и задышать задышать их до смерти но аваре с пандой пытаются сражаться со скелетами это очень плохая идея это крайне дурная идея варденку окружают она юзает инвиз уходит в тень тем временем некровогоны начинают забрасывать мясом 3 эльфийские древа панда судорожно дышит в скелетов задевая всего лишь одного некроманта это плохая идея варденка битая прибитая получает люлей продолжает сражаться со скелетами боже мой где твои ножи где твой блинк в некров я не понимаю жмет телепорт отчаянно эльфы кажется его пробревают продавливают без героя это унижение ребята это унижение гарги немного прохарасили помучили эльфу виспов собственно он сам в этом виноват панда продолжает биться со скелетами проявляя чудеса адекватности андет закладывает параллельно экспант варденка с пандой битой почему варденка без блинка почему варденка без ножей это большой большой секрет для нас ну выгоняют выселяют эльфа из квартиры физкие герои отправляются ночевать на теплотрассу в это время на базе у эльфа хозяйничает андет устраивая там все что хочет теперь это его квартира он позвал друзей и организовал настоящую вписку здесь все ребят кривые косые рогатые козломордые некрасивые женщины в виде горгулей полная тусовка у эльфа на дома устроили дискотеку вот варя пришла домой посмотрела на все это попыталась поплеваться в незваных гостей зачем эти на этот нож почему нет ножей теперь я уже уверен и где все ножи вообще почему а варденка только нож кидает может быть он решил действительно в качестве компенсации чтобы быть честным с андетом не изучать варденкой второй спелл потому что я не вижу ни блинка не ножей отваре она просто раскидывает нож несчастная страдает до сих порно не тикает яд от мид веганов которые успели по ней пострелять и бежит она сути по всему к себе на базу искать смерти бежит она друзья на кладбище на руины которые остались от дома эльфийского и к завершена на 3 хп и достреливают гарги варден не не откуда ее вычинивать смысле не откуда его воскрешать все снесли медвеганы вот такая необычная игра конечно или в 300 раз мог законтрить андета еще раз повторяю нужно было грамотно отдыхнуть варей пандой срубить всех некромантов и сохранить виспов нужно было очень много виспов на штамповать никакая армия в принципе здесь вот честно скажу армия здесь эльфу была не нужна он мог разрулить на героях ну максимум один медведь с реджувом один медведь с реджувом которого почему-то эльф не построил и все остальное виспы и герои третьих левелов ножи дыхание минус некра продиспелил бы первую партию скелетов и все у него было бы хорошо но тем не менее не оказался не готовым эльф к такому повороту событий акслав оправдывает свою репутацию кудесника очень изобретательного изощренного и находчивого игрока ну а эльфу я желаю желаю ну скажем так во первых внутренней стойкости пережить эту это этот позор и это унижение и сделать выводы в следующий раз встретившихся к славам я надеюсь что этот эльф сумел законтрить страта некровагоны без героев на этом все это был второй выпуск рубрики в c3 best replace с вами был бы не вур подписывайтесь на мой канал на ютюбе там будет много контента по варкрафту и подписывайтесь на ютюбовский канал гуд гейма до новых встреч счастливо ребята